Сегодняшнее законодательство в этой сфере, оно еще не совершено и никак не исключает коррупционную составляющую. А пройдя эту процедуру, вот эти недобросовестные участники как бы уже легализуются. Что касается вашего вопроса, что вот потом проходят тендеры, но я еще раз повторяю, не знаю этого, но вот допустим во время строительства спортивных объектов, я признаю, у нас такие случаи были, когда, вот сравнимые с вашими примерами, когда еще не закончилась или не завершилась, была не проведена конкурсная процедура, но мы начинали уже там готовить документы, начинали строительные работы, иначе мы не успевали к университете построить те или иные объекты. Там вот такие моменты были, но все это потом оформлялось законодательно, то есть без нарушений. Вы помните, нас контролировала очень жесткая счетная палата России, господин Степашин, вот, мы все под его надзором, и по согласованию с ним такие вещи некоторые вот делали. Как сейчас, я не знаю, конечно, нарушать закон нельзя, и я уверен, что там тоже есть какие-то оправдательные моменты, если вот то, что вы говорите, это верно, но, а если нет, то, конечно, нужно призывать к соблюдению конкурса. Спасибо, Марат Мансович, но вот пожелание такое, вот к этому закону, о котором сказал Кирилл, там тоже нужно что-то действительно думать. Ну, как, например, там, допустим, я приведу один пример, созвездие УДЗЛЫК, великое движение, да, детский и великий фестиваль, да, конкурс, открытый конкурс, а кто должен проводить созвездие УДЗЛЫК, да, вот конкурс на проведение фестиваля созвездия УДЗЛЫК. Есть люди, которые награждены премиями, там, премиями правительства Российской Федерации за это движение. Кто должен проводить этот фестиваль? Они или другие? Или это тендер? Решает тендер. По идее, по... То есть есть некоторые моменты, Марат Мансович, которые требуют вот действительно этой доработки, и как раз о том, о чем говорит Кирилл, то есть когда есть такая необходимость, и действительно мы понимаем, что по срокам тоже должен быть какой-то официальный, такой стабильный выход из этой ситуации, который бы ни в коем случае чиновник не чувствовал, что он здесь в данном случае действительно идет нарушение закона, и это коррупция. Или я могу привести пример. Вы знаете, у нас много детей из Татарстана отдыхает на юге нашей страны летом, будучи министром, мы проводя конкурс на обеспечение молочными продуктами, выиграла компания из региона Сибири, не помню откуда, которая будет поставлять из Сибири молочные продукты. Я помню эту историю, и дело в том, что даже на юге, в Анапе, в нашем лагере при Азове, с конкурсом, а продажу овощей выиграла там компания из Зеленодольска. Ну то есть как эта компания из Зеленодольска будет доставлять эти овощи в Анапу и кормить там детей. Ну то есть как бы есть вот эти нюансы, на что надо обратить внимание, именно депутатам, да, именно депутатам, и здесь необходимы, естественно, поправки какие-то. Пожалуйста, еще вопрос. Если закон плохой, то его можно нарушать, так? Я не сказал, что закон нужно нарушать. Я сказал, я еще раз специально для тебя повторю, я сказал, что этот закон требует усовершенствования.